МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Это Город Эсс. Меня зовут Инна Сапанченко. Здравствуйте. И сегодня у нас физкультура, спорт, здоровый образ жизни, сплошной позитив, потому что к нам в студию пришел Андрей Третьяков, руководитель управления спорта администрации городского округа Самара. Очень приятно, что вы у нас в гостях. И поскольку приходите редко, два раза в год, то я вас, как обычно, спрашиваю, а давайте подведем итоги спортивной зимы, а каковы перспективы будущего лета? Ну, сегодня немножечко изменим традициям, если вы не возражаете. Ну, сейчас, наверное, только ленивый все равно не говорит, не думает и не спрашивает про чемпионат мира. Все мы его так или иначе как-то ждем, кто с ужасом, кто с радостью. Ну, собственно, и не суть. И подготовкой к чемпионату занимается, естественно, очень плотно областное правительство. Но что именно поручено на сегодняшний день вашему департаменту? Потому что мы слышали о том, что еще задолго до того, как у нас должен состояться чемпионат, пройдут определенные мероприятия, предваряющие его. Так ли это на самом деле и что это за мероприятие? Конечно. На сегодняшний день большая работа проводится и областным правительством, и администрацией городского округа Самара по подготовке заявки, в первую очередь заявки финансовой, для организации проведения всех мероприятий, которые будут сопутствовать проведению чемпионата мира. Непосредственно же наш департамент, департамент по вопросам культуры, спорта, туризма и молодежной политики, занимается взаимодействием с двумя министерствами. Министерством культуры и Министерством спорта. Если брать планы, которые мы строим, и мероприятия, которые будут проходить перед чемпионатом мира, это ближайшее то, что планируется уже. FIFA предложила городам-организаторам чемпионата мира в России провести пробный фестиваль болельщиков в 2014 году. Чемпионат мира пройдет в Бразилии в 2014 году. И вот фестивали болельщиков для популяризации футбола, и для того, чтобы обкатать модель фестиваля болельщиков, провести ее в знаковых местах непосредственно у нас в городе, это будет площадь Куйбышева, мы планируем такое мероприятие организовать. Пока организационные вопросы по этому фестивалю болельщиков не решены, мы ждем необходимых документов из ОНО, Оргкомитет 2018, московский, и рекомендации FIFA, которые будут направлены к нам в ближайшее время. Что касается других мероприятий, то могу сказать, что в рамках соглашения между FIFA и городом-организатором, между Самарой, есть ряд требований, которые необходимо будет выполнить, ряд мероприятий. Это мероприятие за два года до начала чемпионата мира. В нашем городе будут установлены часы, отчитывающие время до начала чемпионата мира. Обязательно... Одни? Одни, но большие часы. Такая традиция, такая практика повсеместна. Если вы знаете, и до начала Олимпиады в Сочи установили часы, и до начала универсиады в Казани также устанавливают часы. Вообще крупные спортивные мероприятия, чемпионаты мира, Олимпийские игры, они связаны именно с таким мероприятием, которое дает каждому жителю возможность увидеть те минуты, те дни и секунды, которые отделяют нас от этого грандиозного события, которые, может быть, бывают раз в жизни в стране. Еще мероприятие, которое обязательно для проведения в городе-организаторе, это за год до начала чемпионата будет проведен большой праздник. Я думаю, что в этом празднике будут задействованы все районы города. Каждый житель нашего города должен почувствовать свою причастность к величайшему событию, которое нас ждет. Ну и целый ряд мероприятий, которые будут направлены на популяризацию футбола. Это различные и соревнования, это различные и культурные мероприятия, это много информационных программ, телепередач, блоков будет посвящено этому, и много-много других мероприятий. Но первое, которое нас действительно ждет, очень важное и знаковое событие, это организация фестиваля болельщиков к чемпионату мира 2014 года в Бразилии. А речь идет о болельщиках самарских? Безусловно, самарских болельщиков это будет сделано для жителей как нашего города, так и региона в целом. Вообще фестиваль болельщиков звучит устрашающе. Ну вы знаете, фестиваль болельщиков – это такое мероприятие, которое при правильной организации принесет только позитив и радость. Все-таки футбол объединяет, спорт объединяет. А футбол – вид спорта номер один не только в России, но и в мире. Я уверен, что это только позитив, радость, удовольствие для наших жителей будет. – Вы уже заговорили о том, что в Казани будет универсиада. Мы будем иметь к этому какое-то отношение? Отправится ли кто-то из Самары туда? Ну, безусловно, у нас планируется. В первую очередь, конечно, планируется выезд делегации городского округа Самара в Казань. Не только посмотреть на сами соревнования, но и перенять опыт организации проведения. Это и работа с волонтерами, это встреча делегаций, это объем опытом по встрече спортсменов, в том числе и организации самих соревнований, посмотреть на ряд спортивных объектов, которые появились в Самаре. Вот сам опыт, вот эту организацию, она нам пригодится. Потому что чемпионат мира до большой мероприятия в 2018 году, но я уверен, что у нас в городе будут проходить и другие крупные мероприятия, и тот опыт, который мы почерпнем в Казани, нам поможет в организации. Ну, в некотором роде такой подарок нам, по крайней мере, можно этот опыт взять и не выдумывать ничего. Конечно, конечно. Ну, это студенческие олимпийские игры. Со всего мира приедут лучшие атлеты, лучшие студенты мира. Я, насколько знаю, что, допустим, сборная России, которая будет выступать на универсиаде, практически на 40% состоит из олимпийцев, которые уже выступали и планируют выступать дальше в олимпийских играх. То есть, ну, это действующие спортсмены, мастера спорта международного класса, заслуженные мастера спорта. Но молодые, юные, будущее, будущее нашего российского спорта. Я хочу теперь процитировать вас. Наш город ждет насыщенное спортивное лето. На Самарской набережной будут проходить международные, всероссийские, региональные и городские соревнования. Но прежде чем, собственно, вы это как-то прокомментируете, давайте посмотрим сейчас вместе с вами сюжет, который вышел в наших новостях. Сюжет мне подсказывает, что еще готовится. Попозже, видимо, будет. Ну, значит, будем без сюжета. Тогда я напомню нашим зрителям, что сейчас у нас в гостях в городе руководитель управления спорта администрации города Самара, Андрей Третьяков. И сегодня мы говорим о, ну, наверное, больше о предстоящем спортивном лете. Да, вот так вот. Ну, так что по поводу международных, всероссийских, региональных и городских соревнований? Что ожидает нас с этим летом? Ну, я буквально, как говорится, с корабля на бал. Только что вернулся со второй очереди набережной, где установлен стадион для организации проведения чемпионата, второго этапа чемпионата России по пляжному футболу. Сегодня у нас открылся он. В 16 часов началась первая игра. Пользуясь случаем, хочу пригласить жителей города поддержать, прийти и поддержать нашу команду «Крылья Советов», которая все матчи будет проводить в 19.45, в среду, четверг, пятницу. И по итогам группового этапа в субботу и воскресенье мы поймем, где они будут играть. Но, тем не менее... Ну, вот сюжет просто мне подсказывает, что готов. Давайте все-таки посмотрим его, потому что лучше наглядно. В движении и загар ложится ровнее. На Самарских пляжах горожане могут не только греться на солнце. Для всех желающих организуют турнир по пляжному теннису. Лучшие 28 июня будут соревноваться за Кубок России. Теннисисты говорят, если уж взяли ракетку в руки, то остановиться невозможно. Особенно приятно играть на берегу Волги. Сюда не попадают какие-то злые, плохие люди. То есть здесь очень позитивный настрой. Для физического развития идеальный вид спорта, потому что мягкое покрытие, работает очень хорошо позвоночник. С 26 июня на Самарских пляжах обещают настоящую жару. Здесь стартует второй этап чемпионата России по пляжному футболу. Самарские «Крылья Советов» будут играть по вечерам в 19.45. Первый тур прошел в Волгограде, но где-то не повезло. Все матчи, в принципе, были, конечно, в упорной борьбе. Команда заняла шестое место. Но знаю, что настрой команды, настрой игроков, тренеров, показать максимальный результат на домашней площадке перед домашними болельщиками. Для начинающих спортсменов будут специальные площадки для чайников. Вместе с остальными спортивными аренами они будут работать до конца лета. Мы создали ассоциацию пляжных видов спорта, куда вошла и пляжный футбол, и пляжный волейбол. Выбрано место, есть поддержка городской администрации. Поэтому хотелось бы, чтобы либо в конце этого сезона, либо в начале следующего, мы получили крытый стадион именно для пляжных видов спорта. За всероссийскими соревнованиями по теннису и футболу смогут наблюдать все желающие. Только болельщикам лучше занимать места заранее. Как показывает практика, во время игры на трибуне яблоку негде упасть. Итак, в Самаре стартовало большое спортивное лето. Сегодня на мои и ваши вопросы отвечает руководитель управления спорта Андрей Третьяков. И не забывайте, что мы работаем в прямом эфире 202.11.22. Ждем здесь ваших вопросов. Итак, сегодня вот свершилось, состоялось. Мы еще раз пригласили всех желающих посмотреть. Сегодня прошло открытие, первый матч. Я уже говорил, еще раз повторюсь, что ни один город России не располагает такой замечательной набережной, какая есть в Самаре. Набережной, которая приспособлена для организации проведения именно соревнований по пляжным видам. И футбол, и волейбол, и пляжный теннис. И с 26 по 30 июня Самара станет центром пляжных видов спорта России. У нас здесь с вами проходит второй этап чемпионата России по пляжному футболу с 26 по 30. И с 28 по 30 кубок России по пляжному теннису. Здесь также соберутся элита пляжного тенниса России. На пляжном стадионе элита пляжного футбола России и мира. Это практически в полном составе сборной России, в составе локомотива и кристалла Санкт-Петербург, локомотива московского. Сборная Бразилии, игроки сборной Бразилии представлены практически во всех командах. Ну, лучшие команды. Игроки сборной Португалии также, которым, к сожалению, на туре в Италии, на евротуре в Италии сборная России проиграла 7-4. Тем не менее, представитель сборной Португалии в составе крылья Совета Фалан будет играть за честь нашего города, за нашу команду. Ну, и июль, и август, поверьте, будет не менее насыщен спортивными мероприятиями. В том числе нас в августе месяце ожидает международный турнир по пляжному теннису. Он пройдет на Красноармейском спуске, мы планируем его организовать. Федерация пляжного тенниса Самарской области совместно с администрацией Ленинского района проводит этот международный турнир, который получил такой статус. Много мероприятий, связанных со стритболом. Буквально 29-го, в ближайшую субботу, опять же, на площади Куйбыша состоится уже традиционный турнир по стритболу «Баскетлав». 30 июня на площадке возле бассейна ЦСКА ВВС пройдет финал чемпионата Самарской области по стритболу, где соберутся лучшие стритболисты со всей области. Более того, я знаю, что сюда приедут и представители, и игроки из ПФО, непосредственно Казань, Башкирия подтвердились. Поэтому очень представительные, интересные турниры нас ожидают. Я так понимаю, что Вас не ожидает отдых летом, не слишком много соревнований, такой напряженной достаточно границей. Ну, Вы знаете, каждое, любое соревнование – это очередной заряд энергии, который подпитывает нас в работе. Видя результат своей работы, труды свои, я считаю, что именно в этом и есть та изюминка, тот, знаете, кайф, да, так скажем, который получаешь от работы. Потому что, ну, конечно, чиновнику приходится по многу сидеть в кабинете, да, работать с документами, с бумагами, очень много это времени отнимает. Но, тем не менее, когда ты выходишь в народ… Вам-то в этом смысле, наверное, и везет, да? Ну, везет, не везет, да, везет тому, кто везет. Спортный вопрос. Не забывайте, что мы работаем в прямом эфире. Если Вас беспокоит развитие физкультуры и спорт в Самаре, 202.11.22, мы ждем Ваших звонков. Вопросы уже есть, но чуть позже. Еще хочу процитировать опять-таки Вас. Самара станет первым в России городом, где пройдет детско-юношеский турнир по пляжному футболу на кубок главы. Вы знаете, мы планировали провести его в рамках этапа чемпионата России по пляжному футболу. К сожалению, наложились ряд мероприятий, ряд соревнований среди детских команд всероссийских. Поэтому пока мы его отложили, я думаю, что если не в этом году, то в следующем году мы его точно проведем в Самаре. Может быть по графику, там, это будет август или начало сентября. Но вот в эти сроки сейчас не получилось, к сожалению. Но во всяком случае, ли это с футбольным мячом для детей все-таки состоится? Ну, эти замечательные соревнования, которые вот у нас уже проходят второй год, собирают все больше и больше мальчишек и девчонок, которые просто заражаются этой замечательной игрой, абсолютно доступной в каждом дворе. Я могу сказать, что уже более трех тысяч у нас участников только в Самаре, только более трех тысяч во всех районах города прошли отборочные этапы. И нас ожидает с 1 по 10 августа финал чемпионата города, на котором соберутся лучшие команды. Финал мы проведем на площади Куйбышева, где традиционно уже второй год подряд будет уложено футбольное поле, которое для всех жителей нашего города в свободное время будет предоставлено, ну, свободный доступ. Пожалуйста, собирайтесь, играйте, никаких проблем не будет. Насколько нам известно, уже, в общем, начался монтаж, да? Монтаж, да, сейчас приступили, уже второй день работы проводятся. Я думаю, что до первого июля эти работы будут завершены, и, пожалуйста, милости просим, играйте в футбол. И вот, кстати говоря, вопрос, что делается в Самаре, чтобы привлечь иностранных туристов. Ну, я думаю, что, может быть, это не туристический вопрос, а, наверное, как раз-таки к предстоящим соревнованиям, собственно, Анином. Ну, вы знаете, для того, чтобы привлечь туристов, в первую очередь необходимо организовать событийные какие-то мероприятия. Конечно, крупные такие культурные мероприятия, как Рог над Волгой, да, различные другие культурные мероприятия, они привлекают туриста. И крупные спортивные мероприятия, которые мы организовали. В том числе. В том числе. Чем больше будет крупных международных соревнований, тем больше иностранных туристов, вообще туристов России, да, будут посещать наш город. То есть, что именно делается, вы, собственно, только что рассказывали. Ну, собственно, да. Собственно, да. Еще вопрос от наших зрителей. Очень хорошо, что будет много соревнований, а как могут провести лето любители? Те, кто не вот тебе спортсмены, но хотят заниматься. Лето для чайников, как уже вот говорит Владимир Владимирович Синин, президент Федерации пляжного тенниса, вообще президент Федерации тенниса, да, организовываются турниры для чайников. Я, кстати, сам хочу попробовать 28-го числа выйти на пляж с ракеткой, попробовать этот вид спорта, он для меня новый. Ну, вот хочется... Ну, вас как человека спорта сложно, конечно, чайником называть. Тем не менее, да. Ну, могу сказать, что вообще, в принципе, вся территория набережной, да, уже установлены волейбольные оборудования, будут установлены футбольные ворота. Будет возможность заниматься любимым видом спорта, как на территории пляжа, так и на территории вообще набережной, вообще в городе, в парках. Могу сказать, что на третьей очереди набережной сейчас монтируется оборудование для молодых, активных, инновационных людей. Будет установлена площадка для воркаута, площадка для паркура, появится скалодром. Вообще будет много очень интересных таких мест, которые будут в обычном доступе для всех желающих. Есть у нас ряд, скажем так, мероприятий, которые мы реализуем в парках города. Там также, вот, пока мы не определились ориентировочно, это парк молодежный, парк Гагарина, да, это будут также установлены комплексы для воркаута. Сейчас это направление очень популярное, молодежи востребованы, абсолютно не требуют никаких финансовых затрат, приходи, занимайся спортом, потягивайся, отжимайся и так далее, так далее. Такая силовая гимнастика для всех. Ну, вообще-то, наверное, вожделенная мечта молодежи, которая очень любит экстремальные всевозможные виды спорта и занимается ими, где, собственно, придется. Там ломает себе руки-ноги и так далее. Ну, тем не менее, да. Ну, к сожалению, таких площадок у нас немного в городе. Практически вот для роллеров, скейтеров одна площадка в Струковском парке. Все остальное время они проводят там на площади Славы, да, пытаются как-то там использовать парапеты, лестницы и так далее. Вот такая площадка появится на третьей очереди набережной. Возле спортивных площадок, которые были построены в прошлом году. Так что, милости просим, я думаю, что в ближайшие там 10-12 дней это будут работы закончены. И, милости просим, занимайтесь любимыми видами спорта. Ну, вы знаете, очень важно, на самом деле, думать о молодежи, но вызывает здоровую зависть у людей постарше, когда мы по телевидению видим, что в Китае, ну, где-то в других странах, в парке или где-то еще проходит зарядка, все желающие подходят, там, делают какие-то движения. Почему нельзя сделать это у нас? Ну, почему нельзя сделать? Это, во-первых, уже сделано, и такие зарядки проводятся, я могу сказать, что и в парке Гагарина, в парке Дружбы, в парке Молодежный, в парке Воронежские озера, на набережной регулярно нашими замечательными тренерами по месту жительства проводятся такие зарядки. Кого конкретно интересует место или нет? Да, давайте расскажем тем, кто хотел бы. Под рукой нету, но я могу сказать, что все зарядки начинаются с 8 утра. В парке Дружбы в 9 утра зарядки проходят. Место – это спортивная площадка. Вот в парке Дружбы непосредственно спортивная площадка возле, ну, в общем, в центре парка. Да, могу сказать, что мы подготовили эту информацию, да, в ближайшее время в Самарской газете и на сайте администрации появится информация со временем, местом и людьми, которые проводят из зарядки. Есть ряд проектов, которые на сегодняшний день обсуждаются с фитнес-клубами, я пока не буду называть эти фитнес-клубы, которые готовы выходить и на набережную, проводить занятия по йоге, занятия по фитнесу, аэробике. Для всех желающих абсолютно бесплатно. Я думаю, что с середины июля мы этот проект реализуем. Определенная договоренность есть, но я не хочу просто забегать вперед. Ну, вот это вот дорогого стоит, потому что тавтология стоит дорогого. Да. В общем, не все могут позволить себе такие вещи. Еще, кстати говоря, зрители интересуются, все-таки рассматривается ли вопрос о строительстве крытого стадиона для пляжных видов спорта. Вопрос рассматривается. Я могу сказать, что на сегодняшний день мы на территории спортивно-оздоровительного лагеря «Олимп» уже установили площадку для пляжных видов спорта. С успехом там 18 июня прошел чемпионат Самарской области по пляжному волейболу. Что касается крытого стадиона, ну, достаточно дорогостоящее это мероприятие, что там греха таить. Мы по этому вопросу очень тесно работаем с Министерством спорта, направили им заявку для того, чтобы наше предложение было включено в областную целевую программу. Естественно, город здесь готов к софинансированию, естественно, город предоставит земельный участок под строительство такого объекта. Пока стадии разработки утрясаем определенные вопросы, но надеемся, что вот в областной целевой программе этот пункт появится, нас поддержат, да, и мы увидим такой стадион у нас в городе. Он, безусловно, востребован даже с учетом того, что пляжные виды спорта все больше и больше набирают обороты. И я уверен, что не за горами включение их в программу Олимпийских игр. Хочу сказать, что вот в 2015 году пройдут первые европейские Олимпийские игры, так называемые, в Баку, и в программу этих игр уже включен пляжный футбол. Поэтому, ну, очень динамично развивающиеся, очень доступные виды спорта, за ними будущее. Да, еще бы лето у нас удлинилось. То есть, вы заговорили о строительстве вот этого стадиона, ну, а нам же все время хочется, хочется новых спортивных залов современных, хочется катков крытых, ледовых и так далее. Ожидает ли нас все-таки какое-то большое спортивное строительство в ближайшее время? Ну, у нас жители на сегодняшний день очень образованные, пользуются интернетом, читают СМИ. Я просто ни для кого не открою каких-то там новостей. Не, для кого-нибудь откройте, я думаю. Для кого-нибудь открою. Да, тем не менее, могу сказать, что уже в этом году планируется строительство в парке Щерсово у нас физкультурно-оздоровительного комплекса 36 на 18, это универсальный игровой зал будет. Площадка уже определена, все необходимые документы от администрации направлены в Министерство спорта. Сейчас происходит процесс урегулирования неких документов между Министерством спорта и Министерством строительства. Но то, что в этом году уже приступят к строительству, это однозначно. Могу сказать, что информация, которую я располагаю на сегодняшний день, это о строительстве крытого ледового комплекса за МТЛ-ареной по улице Советской Армии. Все прекрасно знают, что там ранее планировалось, но сейчас уже готов проект. И я думаю, что ближе к осени уже приступят к его реализации. По срокам завершения это в 2014 году они завершают это. Также два больших физкультурно-оздоровительных комплекса планируется строить на территории города. Это на территории стадиона «Маяк», так называемая «ФОК-троечка», который будет включать в себя бассейн, универсальный зал и крытый ледовый каток. Более того, конечно, на стадионе «Маяк» и футбольное поле будет сохранено. Много вопросов у меня любители футбола задавали по этому вопросу. Есть четкое понимание, что футбольное поле стандартных размеров там сохранится. Оно несколько поменяет расположение, но оно там будет. И второй такой же «ФОК» будет построен на территории стадиона «Орбита». Также «Троечка» – бассейн, зал, лед и футбольное поле. Кроме того, все, наверное, слышали о планах и правительства Самарской области, и губернатор Самарской области Николай Иванович Меркушкин поддерживает эту инициативу о строительстве дворца единоборств. С учетом и достижений, и популярности единоборств в нашем городе, и достижений нашего прославленного олимпийского чемпиона Тагира Хайбулаева. Проект сейчас разрабатывается, он был рассмотрен на заседании правительства. Место определено – это парк «Молодежный», пустующее место парки «Молодежный». Как раз взаимосвязь стадиона «Орбита», парк «Молодежный» рядом будет возможность для того, чтобы получилось такое целое некое спортивное ядро. По характеристикам пока ничего не буду говорить, я говорю еще раз, проект разрабатывается, но тем не менее, вот уже это количество больших спортивных объектов в Самаре появится. Ну и, конечно, стадион Чемпионату мира и прилегающая инфраструктура к нему, об этом уже много говорится и много будет делаться. Безусловно, я уверен, что эти грандиозные планы при совместной работе, тесной работе администрации города с правительством Самарской области реализуются. Ну, про пляжный футбол мы поговорили, но вообще стартует же еще и большое футбольное лето, и самарцы, они же патриоты, они все, естественно, болеют за свою команду. Поэтому какие-то вот анонсы по поводу нашей футбольной команды, думаю, вы нам выдадите какие-то тайны. Когда все начнется, где? Я тоже являюсь, конечно же, болельщиком и поклонником футбольного клуба Крылья Советов, конечно же, очень слежу за развитием ситуации, за развитием событий, за подготовкой команды к чемпионату. Знаю, что вот совсем недавно они закончили свой сбор в Самаре, готовятся к выезду в Австрию для проведения ряда товарищеских игр. Я знаю о проблемах, которые существуют с составом, да, там некоторые игроки задействованы в играх в сборной, кто-то травмирован, там проблемы в обороне у команды, но тем не менее я надеюсь, что... То есть мы не очень готовы? Ну, пока, пока. Еще есть достаточно большой промежуток, небольшой, может быть, до 16 июля, да, до старта чемпионата России по большому футболу. Ну, я думаю, что до этого времени мы увидим нашу команду обновленную, свежую, полную силу и желание доказывать свое место в высшем дивизионе российском. Ну, и, конечно, 16 июля, учитывая, что к нам приезжает «Спартак Москва», я думаю, что и болельщики, которые заполнят трибуны стадиона «Металлург», помогут, поддержат команду и команда покажет хороший футбол. Ну, сложный график, сразу три, скажем так, топ-клуба российской премьер-лиги, это «Спартак» 16-го, 22-го, «ЦСКА» на выезде, «Крылья Советов» играют там с 26-го по 29-го, точные сроки еще не определены, «Анжи», опять же, это там сборная мира, да. Такие серьезные соперники в самом начале. Ну, это, знаете, и проверка в то же время. Команда будет играть с серьезными соперниками и прочувствовать, насколько они подготовились за межсезонный период. Кроме того, конечно же, мои любимые «Красные крылья», да, на сегодняшний день определена их судьба, что они будут выступать в чемпионате единой лиги ВТБ. Мы уже определились с тренером, Сергей Валерьянович Базаревич остался у руля команды. Сейчас идет формирование бюджета и процесс подписания игроков. Достаточно такая кропотливая работа, которая требует тишины, скажем так. Ну, и хоккейный клуб «ЦСКА» ВВС также подписал большую часть новых игроков, часть игроков оставили. Сейчас вот предсезонная такая кропотливая, тяжелая работа, которая будет приносить свой результат уже непосредственно в чемпионатах. Надеюсь, что наши клубы покажут, все наши клубы покажут очень хорошие, достойные игры. Зрители спрашивают, будет ли в загородном парке ремонтироваться спортивная площадка? В загородном парке? Ну, скажем так, эта площадка находится в видении области, да, не муниципальной. Вот, к сожалению, прокомментировать не могу. Ну, и еще есть аналогичный вопрос по стадиону «Торпеда». Девять красных коммунаров. Судьба какова этого стадиона? На сегодняшний день рассматривается вопрос. Этот стадион был в свое время продан, передан в частные руки. К сожалению, не получил продолжение его развития. Работаем в этом направлении. Ситуация достаточно неоднозначная, сложная по возврату. Но перспективы есть. Мы с вами только что говорили о дворце единоборств. Вот что нам пишут по этому поводу. Парк «Молодежный дворец единоборств». В парке мы не хотим, а хотим облагороженный парк. Подпись жителей района. Ну, собственно, наверное, дело не в дворце, а действительно в благоустройстве. Ну, нужно понимать, что помимо строительства дворца спорта, естественно, будет и приведена территория парка, соответственно, такому замечательному. И я видел проект, просто это действительно грандиозное сооружение, которое появится и будет не только украшать, но я думаю, что и одной из визитных карточек Самары станет. Ну, и, соответственно, прилегающая территория парка будет приведена в соответствующее состояние. Я просто в этом не сомневаюсь. Вопрос такой, откроются ли бесплатные фитнес-центры для людей любого возраста? Ну, собственно, они и сейчас любого возраста, только сейчас они все платные. Ну, конечно, но все-таки это поставлено на коммерческую струю, на коммерческую основу, поэтому мы открывать фитнес-центры бесплатные, к сожалению, не можем и не получается. Ну, работать в этом направлении мы начали. Я еще раз говорю о том, что с рядом фитнес-клубов у нас есть определенная договоренность. Не буду пока, как говорится, впереди паровоза бежать, но, тем не менее, договоренность есть о том, что в ближайшее время на территории набережной будут организованы бесплатные занятия в утреннее время, в дневное время для всех желающих занятия югой и занятия фитнес-аэробикой. Ну, собственно, дорогие друзья, вот это те направления, два из направлений, которые есть в фитнес-центрах, и можно уже начинать сейчас, да, хотя бы использовать те возможности, которые уже существуют. Спасибо за участие в нашей программе. Давайте пожелаем, наверное, вместе нашим зрителям горячего, активного, спортивного лета и принимать участие. Горячего, спортивного лета, болейте за наши клубы, поддерживайте наших спортсменов. Спасибо. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok